Привет! Вы на канале Дистракт, с вами Дима. Баланс оружия это извечная тема. Из вайпа в вайп что-то корректируется, улучшается или же ухудшается. И на фоне всего происходящего у меня возникают вопросы. Почему так, а не иначе? Потому в этом видео я поделюсь мыслями по поводу общей картины и касательно того, какие пушки уже стоило бы изменить. Предлагаю вам оставить свои мысли в комментариях, ну а мы начнем. Первое и самое простенькое, что меня позабавило, это зачем в игре 3 версии о КСУ. У вас часто возникает желание купить глушеную Ксюху за 70 тысяч, когда можно взять ту, что за 27 и просто сделать вот так. При этом цена будет, кстати, гораздо ниже. Как по мне, это только введение новичка, что не разбирается в игре в заблуждение. Говоря про бесполезное оружие, сразу перед глазами Вепр Хантер. Его ценник очень редко бывает сильно ниже, чем на РФБ. Но при этом он хуже его, буквально, по каждому параметру. На него даже больше 10 патроника не поставить. При этом в РФБ 2 менять можно дешевле. Как итог, мы имеем абсолютно мертвую пушку, что встретить можно разве что на дикаре. Играется максимум первые 2 недели вайпа. Я, если что, за все время ни одного человека с этим оружием не увидел. Чтобы это изменить, оно должно стать еще дешевле и продаваться у торговца. Либо его нужно серьезно бафать, увеличивая эргономику, снижая отдачу и повышая точность. Чтобы его использование хоть как-то оправдывалось. Но на Вепрь-то все равно. Мне гораздо более обидно за MCX. Это оружие из-за его горизонтальной отдачи и раньше было очень непопулярным. Так у него вдобавок еще и забрали топовые патроны. И теперь их только крафтить, причем очень мало и очень дорого. Когда так поступили с калибром 7.62, это имело какой-то смысл. Ибо те же мутанты, РДшки, АК-103 были действительно популярными и их постоянно использовали. Мне кажется, что в силу неприятностей геймплея за MCX, было бы логично хотя бы крафт сделать немножечко побольше. Хотя бы 200 патронов за партию. Так с оружием хотя бы играть начнут. А вот что для меня абсурд, ему понизили вертикальную отдачу. Серьезно? Да, действительно, это же точно главная проблема. Пока не забыл ненавязчиво, напомню про бусте. Из самого последнего добавил таблицу наушников. А еще видос, что поможет тебе их подобрать конкретно под себя. За подписку заплатишь немного, а друзей найдешь в Дискорде. АК-105. Это вообще что? Почему, когда КСУ бафнули, и она стала равным борцом с полноценными полноформатными калашами, он остался все таким же бесполезным обрубком, у которого просто огромная отдача и не особо низкая цена. Такое ощущение, что про него просто забыли? Ну да ладно. На самом деле, мой главный вопрос к балансу топ-ганов. То есть, взяли 7.62 калибр и забрали у него патроны. Иди крафти 120 штук 15 часов. И все ради того, чтобы с РДшкой или мутантом не играли. Ну окей, люди берут 9.95, берут М-очку и идут убивать. Причем я не считаю М-ку или ХК-шку на 9.95 менее эффективной, чем тот же РД на ВП. Предполагаю, что ограничивать ПА-56 не стали, потому что на этом калибре много пушек. АК-101, G36, АУГИ, АК-102, кстати тоже бесполезный, Скар, М4А1, ХК-шка. Возможно, это даже был конь ходом, чтобы люди не перестали играть с АУГом, который завезли в этом патче. Но в любом случае, мое мнение таково. Либо делайте такие же ограничения для 5.5.1 и 9.95, как и для 7.62 БП. Либо добавляйте промежуточный патрон, что будет компенсировать нехватку хоть какой-то убийственной силы на 7.62. Чтобы оба эти калибры были одинаково популярны или же непопулярны у большинства игроков. Подведем итоги. На самом деле, работа по балансу ведется и достаточно плюс-минус активна. Ведь не забываем, что Сашку наконец-то сделали играбельной, кто бы что ни говорил. Да и Джейка с АУГом стали поприятнее. На этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи! Удачи!